Итак, дорогие друзья, наш сегодняшний путь лежит в Белогорске. Съезд поверните направо. Красавчик. Здравствуйте всем. Борисович Юрий. Ярослав там кайфует сзади. И мы уходим с трассы с Тавриды. Таврида, кстати, порадовала качеством асфальта. Все прям идеально сел и уехал. И хотим побывать на Белых скалах. Из нас на Белых скалах сверху не был никто. То есть для нас это будет довольно-таки интересное место для путешествия. А оно притягает прямо до 8 километров. Туда очень-очень многих людей тянет просто. Увидеть, посмотреть, побывать. И интересно, получится ли вообще заехать спокойно по навигатору прям вот наверх на эти скалы. То есть у меня больше, наверное, даже вот эта сторона превращает. А мы поедем, это, понимаем, вот на ту, да? То есть все, может, там красивее. А вам какая больше, кстати, нравится? Справа или слева? Скала. Ответственная. Красиво. Здесь еще в Крыму теперь проходит новый фестиваль воздушных шаров. Возможно, в следующем году мы постараемся на него попасть. Но он проходит в конце лета. Для меня это немножко неудобно. Поэтому без воздушных шаров. Но с интересным настроением и говоритом, пойдем посмотрим, как говорится, что там будет интересного. И вам покажем. Если вы бывали в этих местах, то пишите в комментариях. Может быть, что-то от себя интересное вы можете рассказать. Потому что потом читают эти комментарии и приезжают и дополняют свои путешествия как раз-таки по вашим местам и советам. Ну, отправляемся в путь. Вот мы съехались в Сталлиде. Так немножко подтрясывает. Дорога так себя. Ну, без ям больших каких-то. Их хоть можно, в принципе, нормально. Так что сильно не расстраивайтесь. Вот это виды здесь открываются, конечно, на эти горы. Что слева, что справа. Я давно хотел побывать здесь, но как-то вот постоянно не складывается. Вот что-то не то, что-то не так. А вот теперь вот я надеюсь, что все получится и все будет там. Вау. Вот это да. Вот это просто фантастический вид. Не знаю. Да, конечно, когда здесь ближе подъезжаешь, что вот эта именно скала смотрится гораздо круче, чем та, которая с правой стороны. Потому что здесь какие-то там внедырочки, там пароходы, провалы. И очень много троп, кстати, ведет. Видно, отсюда же кверху. Люди туда любят ходить пешочком подниматься. Вау. Это просто фантастика. Не зря, не зря мы сюда собрались. Белая скала закончилась. Мы проехали полностью весь поселок. И нас навигатор ведет. Пишет, что нам еще 15 минут ехать туда. 7,3 километра, чтобы оказаться прямо на самом верху. Здесь вот поворот направо. Он нам указывал, что сюда мы сворачиваем и едем на крепость. А какая? То есть вот не знали, что это. А какая? Не знали, что там даже еще и крепость какая-то есть. Там становится все интересно. Дорога, короче, ребята, лучше пешком. Я вот так скажу. Как у нас эта машина? Спорт-эчки. То есть, в принципе, едет нормально. Посмотрим, хватит ей пилироваться, чтобы добраться до того места. Или все-таки надо не вас. Речки вонючки. Мы, собственно, я так понимаю, что эту речку и объезжали. О, здесь можно прям рыбу половить, наверное. Самое интересное, что она течет оттуда в ту сторону. И отсюда вообще не скажешь, что там такая красота, что там обрыв. И может увидеть что-то суперское. Так, ну и вашему вниманию крепость Ак-Ак-Ая. Как правильно сказать? Ак-Ак-Ая. Ак-Ак-Ая. Ну, в общем, вот она. Тут как правильно сказать? Украли. Обокрали. Ну, осталось вот кусок крепости. Поверните направо. Все, крепость вы посмотрели. Двигаемся. А нет, подождите, это еще не она была. Крепость Ак-Ая дальше. Город Кока-Коба. Источник Спринг-Хэт. И вершина Белой Скалы. Все, мы едем правильно. Это все здесь. Знак поставили, а дорогу забыли сделать. Местами встречается, кстати, асфальт. Смотрите, здесь вот показывает, что в ту сторону красная балка. Можно было поедать на все стрелы достопримечательные. Держитесь левее. Вот сюда дальше по дороге. То есть асфальта здесь нет совсем. Если будет плохая погода, я, наверное, не советовал бы вам сюда ехать. Так как будете сползать. Потому что здесь рядышком коровники должны представлять, насколько здесь жиденькая асиммерика. Ну, видят, вот люди, когда катаются в непогоду, ищут разные маршруты, которые превращаются, так сказать, на направление. Ну, классно. Подселение гоняю. Крымский Таврида. Вариант объезда, говорит. Если вас навигатор поведет, будьте рады. Ваш навигатор варет. Кстати, это единственное место в Крыму, где я встретил тупик. Здесь есть надпись. Ваш навигатор варет, там тупик. Красиво, да? Смотрите, какая красота. Прям туда сейчас можно доехать. Прям в этот городище. Еще очень красиво. Посмотрите, какие виды уже открываются. Там вот две машины стоят. Мы думаем, полиция это или нет. Потому что там висел знак, что нельзя на машинах и мопедах. Ну, там вроде бы в ту сторону нельзя было. Мы туда не поехали. Мы поехали объезжать, как бы, вроде этот территорий. Так что, нам очень интересно. Местами дорога была вот такой. Печально. Прям скалы пробиваются эти самые. Нам остается крайне мало расстояния, чтобы увидеть всю эту красоту. Это точно я вам придумал. В целом деле. Так, это у нас 799. Ох ты, тут лайв-журнал. То есть, блогеры какие-то. Живой тут нам? Да, там прям вся машина была исписана. Все, знаешь, типа, мы блогеры. То есть, это кричащие такие названия. То есть, как меня спрашивают, я никогда не говорю, что я блогер. А тут, наоборот, люди хотят донести всем. Мы блогеры. Может, помогают жизни? Нам дача, явно дача. Это вы где? Фигня осталась. Каких-то 200 метров. Да ну нафиг. Врёс же, чувствую. Он боится нас, кстати, выпускать из машины, потому что постоянно, когда мы выходим в Серафал, мы исчезаем. Ты сказал, я вас везу до самого конца. Ты сзади ехать попрыгать мне. Серьезно? Ну, прыгать вниз. Не, вниз не хочется. Тут можно вдоль прогуляться. Это с другой стороны я уже чувствую. То есть, что мы приехали к той палке. Вот ради этой палки мы проделали этот маршрут, ребята. То есть, всё, тут что такое не привязывают. Маски самое главное привязывают. Ты постоянно смотри, это самая крутая система. Вот поездочник конец, а кто ехал, молодец. Ну что, пора уже выходить? Тут не думаешь? Там уже красиво должно быть. Вот мне туда надо было заезжать. Вот я тебе говорю, там 100% классно. Сейчас посмотрим. Давай посмотрим, с чем. Ну что, как вам? Мне кажется, просто фантастика, да? Из того, что было получено, чтобы увидеть эту красоту, это того реально стоило. Пошли наслаждаться видами. Киева, кстати, смогла, приехала. Капитальные красавцы. У них всё получилось. Сделать машину с передним приводом, чтобы она смогла добраться до сюда. Вот так вот. Ярослав делает фотографии. Капитальные красавцы. Вау. Ё-моё. Просто не дай бог, как говорится, туда сигануть. Это будет просто пушка, если сказать так нежно. Ё-о-о. Такая красота. Не подходи ко мне. Ты вниз любишь смотреть? Нет. Посмотри. Ты никогда не будешь больше вниз смотреть. Я тебя отвечаю. А-а-а-а. Чё? Впечатляет. Впечатляет. В натуре, говорит, больше не будешь смотреть. Ярик, да чё ты так далеко стоишь? Ближе подходи, ближе давай. Давай, самоубивайся по-братски. Минус Ярик. Ярик, одержал. Там все вчера говорили, что я тебе не дал поесть, какое плохое. А сегодня я тебе говорю, Ярик, лети. Давай, лети. Солнышко, лети. Вау. Вид это просто нечто. Тут, кстати, смотрите, какие-то штыри. Кто-то что-то забивал. В общем, если вдруг вы хотите приехать, увидеть такую красоту, то это того стоит сюда. Забраться, потратить каких-то там 10 минут, в принципе, для машин это не так уж и долго, много. Приехали, наслаждаетесь. И действительно, виды просто восхитительные. Ах. У нас видео, не прямой эфир, девушка, здравствуйте. Ах. Лайк. Субтитры сделал DimaTorzok 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 делать видики с квадрика. Боковой ветер сильный. Сможет ли он здесь все это выдержать? Вот это то еще. Давайте скалы с вами прогуляемся и потом будем летать. Бычкосос. Вот это просто убивает. Куда не придешь, все засрано. Бычками, салфетками. Вот они, салфетки. То есть все здесь, все здесь, все на месте. Все как всегда. И все о том же с утра. Щебечет камень. О, еще села батарейка. Какие-то нереальные просто кадры. Как эти скалы, чтобы разговаривались. Река где-то. Ну, походу, какое-то русло реки было. То есть, видите, может быть. Там море было выше. Мы были старше. Из камочков. Было все по-другому. Ух! То есть, знаете, как эти салфетки. Расселена такая. Вот этот камень, думаю, его можно даже отломить при желании от скалы. Там, знаете, как раньше забивали дерево туда, вода. О! Господи, может мне повезет. Я не свалюсь с ним, но страшно. Все равно, когда ты видишь, что он может упасть. Надейся, что будешь бежать. И ты успеешь. Ну, лучше не надеяться. Лучше не рисковать. Потому что одна секунда, и все. У тебя уже нет. Все-таки в деревьях это жить. Таких местах они растут. Я сказал, давайте одну посмотрим. Давайте еще вот до туда дойдем. Еще чуть-чуть, еще немного. Ну, действительно красиво. Просто захватывает. Ну, страшно да жути. Даже беде. Вот я насколько не боюсь высоты. Но здесь почему-то очень страшно. Причем не могу понять даже почему. Вроде бы тут можно даже вот на вот эти поспускаться, полазить там по ним, по камушкам. Но вот почему-то очень-очень как-то вызывает такой страх. Это мне крайне непонятно. Вау! Смотрите, вы туда упадете. Дина нет просто. Уходят, уходят куда-то. Хотя со стороны-то так страшно не смотрелось. Вон, топовый. Чтобы идти и идти, чтобы наконец-то увидеть общую красоту. А вон там вот, я говорю, вам камень может завалиться. Перевесил туда и ушел вниз. Очень классно. Что я думаю? Надо завершать пешее путешествие. Потому что надо все-таки оценивать весь масштаб. Решили столкнуть. А? У меня одна жизнь. Я толкать не буду. Давай, Ярослав. Толкай. Я здесь. Избавься от меня. Давай. Потом меня. Давай, давай, давай. Пихай его. Давай. Не, мне тебя жалко. Серьезно? Он пожалел меня. Ну ладно. А я тебе говорю, прыгай туда и его столкнул. Мы приняли решение спуститься еще вниз и поехали уже по другой дороге обратно. Она, кстати, гораздо более ушатанная и сложнее, чем ехали мы до этого. Поэтому, если вы будете сюда двигаться, выбирайте, наверное, все-таки тот маршрут, которым мы сюда добирались и сюда и обратно. То есть видов каких-то тут сверх не открывается. Вот дорога по душе. Дорога не нравится, и не туда мы поехали. Мы тут съедем, наверное. Не знаю. А кто знает. Внизу что-то скажет нам. Такой, вон этот камень не наскочи. Потому что может быть печально. Знаем, пока, друзья, покажу. Вообще, может быть печально. Мы проедем, нет? Вообще, главное, вот еще эту. Хонда не сбей. Тут женщина за рулем ездит. И, по-моему, она выбрала просто право. Я пороги не замут. Но ты правее, перенес, не должен. Хочешь, я выйду, посмотрю. В этом лице вся боль. Такой звук не было. Так вот, о чем я говорил. Посмотрите, какая красивая скала. Оп. Все. Расслабился. В общем, это было ты, а я, наверное, та самая. Для спуска вниз мы все-таки решились и поехали вот в такие места, чтобы посмотреть, как здесь может быть красиво. Потому что я настоял. Я не мог пропустить пещеру. Первую пещеру бесплатно в своей жизни. Представляете? Это просто ход в другой мир-то. Как тут все вытоптали. Вау. Вот это кадр я нашел. Просто. Какая красота. Ох. Охренеть. Вот это да. А ты не хотел. Интересно. Просто, ребята. Такой-то топчик. Главное, что-то ничего не упало. В общем, в какие-то правобытные времена здесь сидели племена. И что-то ели. Какого-нибудь кабана. Ребят, вы портите вид. Двигайтесь. Тут, блин, даже на мотоциклах катаются. А вот, походу, родник. Надеюсь, что-то родник, а не нужник, но... Да, скорее всего, видите, вот. Еще просто такой запах стоит стойкий. Как будто сюда очень много людей ходят. Не только ради того, чтобы родник посмотреть. А вот это мох. Смотрите, то есть мох. А какие-то козлы здесь пишут свои имена. Оставляют ее в памяти. Воу. 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 Вообще необычное место. Я в таком никогда не был. Посмотрите, как... Ровненько практически. Он не выдержал, он пошел, короче, за фотоаппаратом. Ярик, а ну, кыш-кыш-кыш-кыш, пробеги. Скажите, что нереально классно. Один-два раз. Итак, дорогие наши дамы и господа. Мы вас приветствуем в нашем театре теней. Просто класс. Такой звук интересный. Я не знаю, передаст его микрофон, но... Вау-ферк получен. По крайней мере, вот чисто для меня, так и для души. И реально не жалею, что сюда заехал. Скажется, каждому свое. Кто-то остановился на мотоцикле. Как он сюда заехал. Сильно-сильно. Очень интересно. Вот вам, пожалуйста, останавливайтесь везде, куда вас тянет. Потому что в этих местах может быть круто. А здесь, видите, кусок камня обвалился. Я так понимаю, что отсюда. Лопухи всякие, крапива. Блин, не похоже, что он отсюда откуда-то отвалился. Точно, кто-то их сюда принес. Чтобы они что-то здесь создавали. Тоже водичкой стоит. Красиво, бесспорно красиво. Сфоткал родник. Он еще такую фаллическую форму имеет. Смотрите, как течет. Может быть, что-то и это значит. Класс. Ладно, поехали дальше. Подъехали поближе. Сейчас покажу вам в быстром формате. Причем, обратите внимание на состав. То есть, она неоднородная эта скала. Смотрите. Большой такой камень. Здесь няк. Сейчас снизу такая пористая, как порода. Вообще фантастика. Да. Конечно, выглядит это очень интересно. Какой-то свинкс какой-то сидит на вас, смотрит. Я повернул голову, и тут на меня камень не едет. Вот это и отвлекся. Очень интересная дорога. Тоже, представляете, какая она тут летом, весной, когда зелени больше. Вау. Очень красивое такое образование. Вот этот опористый слой. Это вообще что-то с чем-то. Как он образовался. Почему-то именно такая прослойка между камнями, слоями. Как думаете, куда мы едем? А едем мы, конечно же, снизу посмотреть на всю эту красоту. Потому что сверху у нас восхитило. Осталось еще это все снизу видеть. Даже полет нам не передает все те ощущения, когда ты вот видишь глазами. Поэтому всем обязательно советую. Вот посмотрели видео. Если вам хоть чуть-чуть зацепило, зашло, обязательно прокатитесь. Машина, да, на которой сюда ехать. Можно, в принципе, и на седане проехать можно, да. Но это будет все-таки сложновато. Поэтому повыше подвесочку, и вам будет полегче здесь путешествовать. А те, у кого хорошие внедорожники, тут можно вообще объездить просто все. И увидеть эту красоту, двигаться со всех сторон ее, можно сказать, прикоснуться и пощупать. Но, в любом случае, побольше ходите ногами, потому что ногами это все-таки виды совсем другие. Миллиметражи такие. Миллиметражи такие. Тихо, тихо. Не ругайся только. Лучше разворачиваться, если вдруг думаешь, что нет. Звуки такие, да, интересные. Снимать, не снимать? Главное в камеру не получить веткой. Жалко машину. Царапать машину. Подожди, ты считаешь, что свист идет, это не царапается? А я не знаю. Это просто. Да просто царапается, да? Просто по машине видят. Скрипят. Как это вот? Я сейчас напил и вообще царапим не еду. Я понимаю, что это такое. Хренамо тут выехали. По идее, должны быть как раз к месту. Я вот не еду. А вот там ездим. Там не доедешь до места. Тут уже справа река пошла. Красивая причем. Как минимум это красиво. А все, мы сейчас соединяемся с нормальной зарубочкой. Буквально через... Пару километров. Еще лесом. Ерику, походу, все прилетело, да? Слушайте эти звуки, ребята. Это Киа. Жалко Киа. Я честно не знаю. Тут мачете надо уже. Не особо популярно. Главное прямо не уедете. Чувствую там река. Точно река. Широка река и глубока. Ну, походу, какую-то рыбацкую тропу выбрали. Люди приезжают, рыбывают. Люди приезжают. Они же не приезжают. Уже, наверное, да. Ну, просто вдвоем идут. Один слева, другой справа. Поэтому так, как будто под колеса вытопкали. Ура. Вот это топовые виды. Ты там сверху ходишь, а там под тобой уже нет ничего. Там тот камушек, который у меня хотели скинуть. С камушком вместе. Просто вау. Внимание, вот отсюда видно. Это очень хорошо, что вот есть пещерка, да, которая столько много троп ведет. Очень интересно. В ней бывали, то обязательно напишите, как там. Потому что у нас времени не хватает, чтобы туда добраться. Но мне кажется, что там должно быть классно. Вау. Кристальная вода просто. Вау. 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 Я думаю, что ты под Agris куда-то поехал. А, ты поближе к другой стороне. Чтоб они сильно не испугались. Не знали. Хорошо. ой наши любимые коровы как мы вас ждали так долго просто называется вау круто привет коровка бычки на меня начали неправильно реагировать и мне пришлось понемножечку дёру давать может куртка красный кепка красного не знаю чего мне не понравилось пишите в комментариях об этом может вы знаете радовать спецпредложениями по поводу там земельных участков и все так ребята в очень известном классном месте продается участок для вас обращайтесь с коровами сразу же я гора в него входит очень неплохо будете жить себе наживать вот номер телефона пожалуйста звоните я то есть ничего не выдумывая участок в крыму белых скал поставить отобьете просто там уже дорога через него проходил тем кто туда а а это просто лайк ну что вот он тот топ вид который вы наблюдаете на многих фотографиях выглядит так конечно это все очень изумительно глазами конечно же гораздо красивее чем есть на видео но все равно даже я думаю и видел получается передать этому моментальность валяется очень много кстати свежих камней которые отскакивают от этих скал про ту пещеру я узнал то есть там ничего такого просто закопченная кто-то приходит там жгет нет нет костры собственно это все очень вот такое путешествие можете приехать и вы ничего такого сложного ничего он те скалы нравится чувствуешь себя где-то не в россии не в крыму даже давайте уточним да то есть не в республике крым а чувствуешь себя где-то за рубежем где-то здесь сейчас подкачет ковбой начнут стрелять оттуда выберут индейцы ну такие вообще но откуда они берутся потому что нас с детства приучили именно к ковбойским фильме ты смотришь и вспоминаешь именно их в принципе интересно в принципе классно смотришь лайк ставишь не забываешь это важно собственно тот что действительно круто в этих местах это конечно на конные прогулочки в реке грилл индейцы там все все и вы такие на лошади по этим местам скачьте очень классно просто уходите в закат через метров держитесь правее тупчик туда правее поворачиваю чтобы они у меня получились на фоне горы это будет просто восхитительно а вот этот топ кадр супер просто ну все в закат ребята а а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 ДimaTorzok